МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо компании Гомелю, студия працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. У Мазыры обмерковали пытание поляпшения ситуации у экономичной сферы. Каким повинен быть беспешный шопинг? Наш корреспондент наведала супермаркет. Гомельчанин перетворил приватный подворок указочный куток. А зараз об этом и иншим больше подробно. У Мазыры завершилось проведение диалоговых пляцовок. Опошнями на АЕ вышли представники державного и приватного бизнеса, які обмерковали ситуацию у экономицы. Загученными проблемами и пропановами по их выражению ознайомились наши корреспонденты. Мониторинг экономичной ситуации, именно в это на Мазырской диалоговой пляцовце, не выпадковый. Этот район включен в державную программу поскоренного развития и должен являться прикладом для инших регионов. У дельники диалоговой пляцовки перекананы. Починать необходимо с кадров. Без соправных профессионалов ничего не отримается. Прошентишится это не только державного сектора. У приватного так же есть проблемы. Мы должны больше в секторе развития предпринимательства обращать внимание и поддерживать бизнес, который основан на каких-то новых технологиях, на организации производства, потому что это очень важно. Торговля у нас сегодня довольно-таки развита. Ну и, наверное, бизнес этот проще. Но производство мы должны рассматривать как основную идею. Новые технологии, высокопроизводительные рабочие места должны создавать. Особливая увага сельской массовости. Заняты с насильницей тут забеспечиваются у основанным сельско-господаршие предприемства. Плюс социальная сфера. Створение новых працонных местов стремливается у первшую шаргу «Недохопом специалистов, отповедного узровню». Хоть и у самих ксупах и акционерных товарыствах кадровых проблем хапает так само. У селяким выпадку несвоечасовой разлики за оказанные им послуги сегодня зусим не выключение. Расчеты, которые проводят сельхозорганизации, либо через поставку своей продукции, мясо, молоко, зерно, либо, если есть какие-то там средства безналичные, то это имеет меньший удельный вес гораздо. Один из главных кадровых резервов для полепшения ситуации у экономицы – молодь. Сирот существенных наученцев, колледжа и студентов ВНУ саправды шмат инициативных. Але при этом пакуль их идеи, звычайно, так и застаются на паперы. Навет написать бизнес-план, який потом можно будет реализовать на практице, могут одинки. У Субизи с этим огучивается Прапанова об створении своей особливой системы подрыхтоки будущих предпринимательников, якие могут спрацовать у иснуючих умовах. На стадии обучения написания проектов, конечно, нужно привлекать бизнес-центры, которые конкретно бы рассказывали, показывали, ну, может быть, на примерах каких-то, потому что проектов очень много, а именно в дальнейшем реализации и как заработать на этих проектах деньги, мне кажется, это немножко недостаточная информация у наших молодых людей. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Мазара. Сегодня у «Гомеля» отзнашли 70-ти годзе подразделению специальной разведки. На мероприемство запросили былых военнослужащих, які в свой час примали удел у спецоперациях на территории Советского Союза и за его межами. Зараз у областной организации белорусского громадского объединения ветераны военной разведки наличивается 51 человек. Об своей былой службе не рассказывают. Некоторые операции, у яких яны примали удел, засокречены до этого часу. А вот некоторые виды узброения, якое выкористовывается подчас проведения спецопераций, можно было убачить на выставе, якую представил Рэшицкий военно-патриотичный центр специальной подрыхтовки допрызывной молоди «СКИФ». Яши одна выстава присвешена публикациям об белорусах, які проймали активный удел у разведывальной деяності. Брашанин Пётр Ивашутин 25 гадо узначаливо уголовное разведывальное управление Генерального штаба Узброяных сил Советского Союза. Уроженец Хойник Миколай Селивановский был наместником начальника знакомитой контрразведывальной организации «СМЕРШ». Об деяності разведшика Скармянського района Лева Ходановиша можна мерковать по отриманных им восьми орденах. Байвые узнагороды дарыши есть и у шматкаго шлена у объединения ветераны военной разведки. Люди, которые состоят на учете в нашей организации сказано однозначно ветераны военной разведки. Кто-то служил в радиоэлектронной разведке, кто-то в артиллерийской, кто-то в специальной, кто-то в воздушной разведке, кто-то в войсковой разведке. Большинство ветеранов они служили в Советской армии. А в Советской Армии служили и за пределами Советского Союза, и на территории Советского Союза. С надыходом холодов люди все больше часу проводят в зашинные просторы. До этого даем ослабленные иммунитеты и активность вирусов. В громадских местах возмущаются контроль за выполнением санитарно-гигиеничных нормов. Наш корреспондент Ганна Корольчук, разом со специалистом областного центра гигиенной эпидемиологии громадского здоровья, отправилась в гипермаркет, чтобы узнать, каким должен быть безопасный шопинг. Первое и самое важное правило в условиях пандемии – масочный режим. При выходе в помешкании обрадуем маску вне зависимости от самоотчувания. И она должна закрывать и нос, и рот одночасово. Далее накируемся до стойки с дезинфицирующим сродком и старательно опрацовываем руки. До того, что в этом гипермаркете администрация пропонует всем коррестаться одноразовыми пальчатками. Их можно бесплатно взять на выходе в гандлевую зону. Потом берем кошек или коляску. Их супрацовники магазина особенно опрацовывают после выкористания. Нарештой идем выбирать продукты. Скажите, пожалуйста, какие нормы к упаковке товаров? В соответствии с требованиями Министерства здравоохранения и с целью профилактики коронавирусной инфекции, вся эта пищевая продукция, которая подлежит непосредственному потреблению, в частности, здесь кондитерские изделия, либо булочные изделия, они должны быть упакованы. И потребитель сам уже берет упакованный товар. Неупакованный товар к реализации запрещен. Разрешаются неупакованные овощи и фрукты, так как они подлежат мойке, и никто их грязными не употребляет в пищу. Кроме этого, различные полуфабрикаты, те же пельмени, они варятся, и поэтому их тоже разрешается самостоятельно упаковывать потребителю самому. Для этого имеются совочки, мешочки для расфасовки себе в потребительскую тару. Вот, например, орехи, которые ранее каждый самостоянно набирал с контейнера. Теперь они расфасованы у пакеты разными порциями. Особенно хочется нагадать о правилах поводенного покупникам. Не варто кашлять об отшыхать над прилавком с продуктами, об украинать товары брудными руками. Еще одно правило-этикету 2020 года – захование беспечной дистанции. Замес того, как штурхать один-одного, можно подшагать об уветливо звернуться с просьбой. После выбора покупок накироваемся до кассовой зоны. Мы видим, что здесь на этом объекте нанесены отметки, которые зрительно предупреждают потребителя о том, что нужно соблюдать дистанцию, чтобы обезопасить себя на расстоянии полтора метра, находиться в очереди. Знают, что это более-менее безопасное расстояние, обезопасит их от заражения коронавирусной инфекцией. Все кассиры, которые работают в прикассовой зоне, должны находиться в средствах защиты органов дыхания, масках, и в средствах защиты рук, в перчатках. Кроме этого, на кассах у них установлены средства для дезинфекции руд, антисептики, и имеются средства для обработки кассовых лент, тоже дез-средством, направленным на вирусы, которые уничтожают и уменьшают распространение вирусной инфекции. Худкость работы кассира не залежит от того, на кольке близко вы подходите до кассы. На жаль, после лета многие люди забылись о промерозе стероги, океан в икон в илевесной. Покуль мы находились у магазине, большая кполова покупников была без масок. Если вы переживаете за свою безопасность, не соромитесь и попросите соседа отдасти долей, а по опрануть сроки индивидуальной обороны. У властников гандлевых объектов в свою чергу контролюет Держсон нагляд. Он проводит проверки, дает магазинам рекомендации и сроки по выправлению порушения. В случае игнорования организацию чекает администрационная отказность и штраф. Гана Корольчук, Игорь Марыщенко, телерадио «Компания Гомель». На территории Гомельской области проходит профилактичная акция «Маленький пассажир. Великая отказность». Супрационники Держа аутоинспекции будут проверять, как выполняются правила перевозки детей. Инспекторы нагадывают, порушения этих мер безопасности могут привести до травмирования неполнолетних. Только за 9 месяцев этого года на дорогах в области отбылось 38 ДТЗ с уделом детей, у которых 43 детей потерпели и двое загинули. Протягнется акция до 27-го Кострышника. До 12 лет ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве согласно весу и росту ребенка. Исключение составляет, точнее, можно, конечно, перевозить ребенка, не используя детское удерживающее устройство, если рост ребенка свыше 150 сантиметров, а также в автомобиле такси. Но, опять же, напомню, что обязательно необходимо использовать ремни безопасности. Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует всем, даже взрослым участникам дорожного движения, на задних сиденьях использовать данные ремни. Не застаться быяковым до чужой бяды. Никите Гончарову с Гомеля потребная допомога. Пятимесячный хлопчик не может самостоянно дышать и глытать, бадать, что не реагует на светло и гуки. Усего это выник раннего органичного поражения головного мозга. Шанс вырытывать с дитя дают немецкие специалисты. Для лечения и реабилитации хлопчика открыты доброчные рахунки. Марина Северьянова побыла у семьи Гончаровых. Я легла в больницу, когда ему уже было два месяца. Вместе с ним педиатрическое отделение уже перевели из областного роддома, из реанимации в реанимацию в детскую больницу на Жарковского. Там он побыл в реанимации. Когда уже там педиатрическое отделение перевели, я уже на совместное пребывание легла с ним вместе. Маргарита каже, что ночью поспать на выдыхе один, без того, как не нужно было устать до Никиты, не отримывается. Постоянно необходимо притушать трехиастому аспираторам, чтобы хлопчик мог дышать. Маргарита имеет медицинскую эдукацию, где декрит упрацовала фельдшером у амбулатории. Там ухудка разобралась, якобы ходится с всеми аппаратами, которые поддерживают жизнь ее маленького сына. Мы обращаемся к людям, которые неравнодушны к нашим детям, которые болеют, которые смогут чем-то нам помочь. Обращаемся в СМИ. Потому что сами мы не можем помочь ребенку такой большой суммой. Я же Никите, а у Гомеля не только ему, потребная допомога абилитолога. Поколь такие специалисты працуют у некоторых и инших областных городах и райцентрах Беларуси. Поколь же Маргарита сама, сбирая потребную информацию в интернете, знаменится с семьями, у которых такие же проблемы. И мать, как ее сын живет далее без всех этих проводов, трубок, аппарату. Как можно было выйти на улицу и держать салон от прогулок на свежем поветре, рука об руку с маленьким Никитой. Но начать лечение нужно до года. Потом будет поздно. На данный момент Никите 5 месяцев. И чтобы были хорошие результаты, нужно на реабилитацию попасть до года. Потому что до года у детей еще формируется мозг. Есть еще возможность как-то ему помочь ребенку. То есть мозг пластичен. И тогда могут быть хорошие результаты. То есть ребенок сможет, как все там, ходить, например. То есть не просто лежать, как вот у нас прогноз будет ребенок лежать. И все. То есть можно и нужно до года. Кабмару наблизи до реальности семьи Гончаровых, треба собрать унушальную сумму, коля 100 тысяч евро для лечения и реабилитации в Германии. Одна из неврологичных клиник, которая специализуется на таких патологиях, готова дать шанс Никите и его семье на будущее. Клиника именно специализируется на неврологических детях, тяжело больных. И отзывы о клинике очень хорошие, что положительные результаты у детей, которые там были. Та помощь Никите Гончарова может кожным. Реквизиты доброчных рахунков вы бачите на своих экранах. Марина Северьянова, Яугин Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Коли живописное полотно для мастака – стены уластного дома. Гомельчанин Алексей Хомченко своими руками перетворил приватный подворок у казачный куток. Профессийный скульптор с арт-бетону створил малые архитектурные формы. Так на одной из городских улиц поселились герои культовых сероялов и казок, а вороты сядибы перетворились у соправдный твор мастацтва. Незвычайный подворок стал мясовой славутостью. Как холодный бетон отримливает рисы фэнтези персонажей? В наступном репортаже. Кованный элемент, покрасочка под серебро декорируется, чтобы было понятно, что это вроде как металл. На первый взгляд навык и не зрозумеешь, что все это не металлы драунина, а холодный арт-бетон. Але в руках у мелга майстра материал литерально оживая. Такие вороты одразу дают зрозуметь – тут живут творчие люди. Тяга домостатства у господара Алексея выявилась еще в детинстве. С часом стала выбором профессии. Але сегодня дипломованный скульптор признается, такий жанр, окрямя мастацкой эдукации, потребует бы давнейших навыков, уведав инженеры, а часом навод их истории. Одна цивилизация что-то сделала, потом что-то разрушилась, вторая пришла, что-то наштукатурила, потом что-то прилепила. И, собственно говоря, оно все разрушается, это будут трещинки, все натуральное, и видно всякие эпохи. Але головные идеи пришли в процессе. Например, в образ пчеломухи и ее соседа Янота. На сегодня творчий порыв майстра уже вышел за межий подворка. Так, когда дома появилась лавочка, на ее присела стомленная черопаха. Побачу смешливые вазоны и анимационные персонажи. На маленькие фигурки потребовалось 10-15 дней, а вот на вороты пошло 2 месяца и 4 тонны материалу. Простоять, каже майстр, не меньше за постогодтя. До речи, головные оценщики, критики, ягужонка и двое дочек. Это не семья, если друг друга не поддерживать. Поддерживаю, что-то помогаем, что-то вместе иногда придумываем. Когда он работает, ему это нравится. Он прям светится этим. И мне очень приятно находиться рядом с ним. То, и что семья тут живет дружная, литерально читается на фасаде ворот. До речи, этот плод стал местовой славутостью и допомог пособравать навод с некоторыми соседями. Мы ехали по каким-то своим делам с мужем. Просто привлекло внимание. Давай остановимся, посмотрим. Мы, собственно говоря, остановились сфотографироваться. Я говорю, ну, раз уже знаешь, как-то некрасиво получается. Фотографируемся хозяева, ну, нехорошо. Я говорю, давай, познакомимся. Мы позвонили, все, вот так и познакомились. Здрасте, здрасте. Потом працы Алексея заявились и на участку соседев. Так на саморобном водоеме поселился трехметровый дракон. У вогули майстров, которые працуют с таким напрямку, в Беларуси не так шмат. У Гомеля выпадок выключный. Есть одинковые приклады у Минску и у России. Тому про свое хобби Алексей Марець расповести усяму свету. У наиближайший час створить Ютуб-канал и своими умениями будет делиться с интернет-корыстальниками. Показывают какие-то готовые работы и какие-то, может, мастер-классы. Может, кому-то интересно. То есть, в конце концов, какие-то небольшие работы, может, даже, ну, просто, там, любой человек, домохозяйка, ребенок, кто угодно, может все взять в свои руки и что-то слепить. Вот. Это немножко затрат, и все получится. У плана гомельского майстра протягнуть обрамление садибы, усталевать альтанку и упрыгожить ее персонажами из Гульни Престолов. Вероника Гамзюкова, Телерадио Компания Гомель, преподтримцы АТН. Книги у подарунок отрымала Центральная городская библиотека имя Ерцина. Тут пройшла передача гуманитарной литературы от Российского Центра науки и культуры в Гомеле. Подею промерковали до 150 годов с дня на рожжение классика русской литературы и Нобелевского лауреата Ивана Бунина. Российский Центр науки и культуры в Гомеле да у них партнер сетки публичных библиотек. И они организовали шмат суместных проектов по популяризации русской культуры и литературы, мостатские выставы, конкурсы и осветницкие литературные сустречи. В этот раз Центр пополнил фонды библиотеки сотни новых выданий. В основном это приходит как учебная программа по русскому языку, какие-то словари, учебные пособия. Это и художественная литература, как современных авторов, так и классическая. Это стихи и проза. Это могут быть книги, путеводители по географии. Это могут быть исторические издания. В общем, все, что можно заказать, мы стараемся заказывать. Гуманитарная программа протягнется и далее. В ближайший час Российский Центр науки и культуры в Гомеле планует передать партию книг в Рэшевский Центр творчества детей и молодых, а также в Новогутскую среднюю школу и Дом культуры в Гомельском районе. Музыка в объективе. В Музее истории другое и фотографии открылась выстава фотосдымков Светланы Дзитковской. Она дарится наша коллега, режиссер телерадиокомпании «Гомель». 26 фоторабот створены под шаст концертов, которые автор наведала за последние 7 годов. В объективе побывали Томас Андерс, Аня Вески, Татьяна Буланова, Филипп Киркоров и инши Зорки. С дымки фотографа ознайомить глядашоу с творчостью музыкантов и атмосферой их выступлений. Моя первая концертная фотография была сделана в 2013 году в городе Коблинс, это Германия, на рождественском концерте Томаса Андерса. Именно он был первым артистом в объективе моей камеры. И с него все и началось. Для меня, как для любителя фотографии, важно попытаться поймать максимум эмоциональных моментов на концерте. Считаю важным уделять внимание взаимодействию артиста с залом и, соответственно, зала с артистом. Светлана Дзятковская, мастак по одровняной сканне, член Союза майстро в Беларуси и призер Республиканского фестиваля урамества «Увяз новый букет». С 2007 года и она проставила 7 персональных выстав у Гомеле, Витебску и Минску. Гэты и инши новины. Информацию о проектах Толярадо-компании Гомеле вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершены. Усяго доброго и до встречи в эфире.